Решение, которое предлагается в центре, за редкими исключениями, это решение от вендоров неизвестных, незнакомых, ну вот кто знает компанию, состоящую из тысяч сотрудников, с много сотни миллионными бизнесами, которые являются специализирующимися чисто в мобильной сфере. В России их практически никто не знает. Но самое интересное, что, не может быть забегая вперед, большое количество этих компейсов были разработаны компанией CYMX. CYMX приобрел компанию ZenPrice, фактически неизвестный стартап, но у которого был огромнейший бизнес. Мы запаздываем 2-3-4 года от американского рынка. Эти именно неизвестны. Поэтому можно представить позицию руководителя департамента IT-инфраструктуры, руководителя департамента информационной безопасности. Какие решения, какие айосы? Ему это непонятно. Только за счет большого прессика сверху, от сотрудников, начиная внедряться в мобилизации. Поэтому, принимая решение о движении в этом направлении, нужно четко понимать, что долина смерти существенно больше. И инвестиции, которые необходимо вкладывать для движения в корпоративный сектор, они существенно больше, чем для обычного приложения, ориентированного на повышение продуктивности сотрудника. Просто иногда доросли в этом маршрут. Больше ли там денег? Наверное, больше. Потому что выстреливает далеко не каждое приложение в AppStore. Все мы знаем историю успеха, но эти истории успеха – это самая верхняя часть пирамидки. Все остальное – это вопрос выживания. 90% бизнеса в различных магазинных приложениях с точки зрения доходности в 10% компаниях, которые создают эти приложения. Будет ли это игровая индустрия, будет ли повышение продуктивности и так далее. Корпоративный сектор в этом плане может показаться действительно более перспективным. И он является более перспективным. У него денег, ну, по крайней мере, не меньше, чем в потребительском секторе. Но правила игры здесь другие. Вот, наверное, одну еще вещь хотел бы сказать. Прежде чем передать коллегам микрофон и все-таки перейти в диалог. Когда мы говорим о корпоративной мобильности, ожидания корпоративных департаментов IT сформулированы, наверное, в двух таких оперативах. Первый оператив – это, опять-таки, наш анализ. Сейчас мы третий отчет уже выпустим. Корпоративная мобильность в России в декабре месяца. Три четверти корпоративных департаментов IT не допускают хранения информации или управления информацией из облака. Точно. Периметр красных влажней, в рамках него приходится большой степень. Это первый момент. Второй момент. Обязательно в корпоративном секторе будет прохождение через информационную безопасность и инфраструктурный департамент. Это значит, что необходимо управлять мобильными устройствами, необходимо находиться в контексте политик и регламентов. Для корпоративных IT мобильные устройства – это такой же endpoint, как ноутбук, листок, вот это. Все, что угодно. Он должен подчиняться общим правилам игры. Правилы игры меняться не будут. Они могут немножко модифицироваться с учетом разрешенных платформ, разрешенных производителей и так далее. А как следствие, разрабатывая корпоративные мобильные приложения, нужно помнить не только о юзер-экспириенсе, о юзер-билити этих приложений, но и о том, что корпоративные мобильные приложения на сегодняшний день не приложение повышения продуктивности, как я отримал пример, например, того же Танциганин. У этого приложения всегда будет backend. У него всегда будет составляющая стоящая в инфляторизованной зоне, составляющая стоящая в интернет. Если в вашем приложении существует великолепный пользовательский интерфейс, но нет backend, на 99% информационная безопасность – это не пропустит. Поэтому этому нужно отдавать отчет. Если вы идете от веб-студии исторических, разрабатывая корпоративные порталы и так далее, то 8% вы не должны тратить на дизайн. Простите, 60% времени, ресурсов, усилий будет потрачено на интеграцию с backend, на интеграцию с безопасностью. Поэтому даже разработчик, создающий мобильное приложение, мобильную часть вот такой корпоративной мобильной системы, он должен четко понимать не только современные технологии класса, не знаю, вещь TMLP, когда мы говорим о гибридных решениях, как вы понимаете, для мобайл-корпоративных решений, являющихся, по сути, стандартным рефактом. Можно понимать, что есть такие вещи, как Этидариф, ДМЗ, корпоративные сертификаты и много разных, такой скучной составляющей, без которой прекрасное решение не окажется в корпоративной среде. Вот, может быть, не очень утимистично, но достаточно прагматично, чтобы понимать, что, ввязываясь в драку за большие деньги в корпоративном секторе, необходимо инвестироваться не только в мобильную составляющую, даже продавая автомобильности. Продолжение следует... Продолжение следует...